Он постоянно шел вперед. Он был упорен и многому научился. Я в этом убедилась в полной мере, когда мы выступили с Берлинским филармоническим оркестром год назад. Я рада за него, как за своего приемного оперного сына. Я, конечно, замечаю его недостатки. И, как любая мать, хочу, чтобы их не было. Стараюсь подправить, где могу. Рядом со мной сидит мой сын, и он может подтвердить, я до сих пор делаю ему замечания, хотя очень горжусь его успехами в бизнесе. Он финансист, живет в Нью-Йорке. Также я иногда одергиваю Баскова. Говорю, Николай, будь внимательнее. И я это принял с огромной радостью, потому что я никогда до этого не был в Нью-Йорке с классической программой, как оперный певец. Петь с учителем – это для вас своего рода дуэль, вызов? Нет, это большая ответственность всегда. Только я не знаю, кто больше волнуется, она или я. По сути, она больше, потому что если я пою свою программу, то она пробивает за меня еще и мою. То есть она и свое поет, и мое. Для меня это вообще счастье, представьте. Я единственный ученик в мире выдающейся оперной дивы 20 века. Для меня это… Я просто привык к этому уже, знаете, я это воспринимаю уже как моя вторая семья это. Наш продюсер Раиса Чернина преподнесла Баскову коробку шоколадных конфет «Дуэт» производства фабрики «Спартак». Артисту очень понравилось и название дуэт, и изображение рояля и скрипки. Российское консульство хлебосольно принимало гостей. Темп, еде и питью задавал своей плясовой русско-цыганской музыкой ансамбль под руководством Ирины Загорновой. А когда музыканты заиграли «Калинку», вдруг вступил Николай Басков. Он пел для Монсеррат Кабалье. По сосною, по звеною, Власть положите вы меня ли. Специально для программы «Мир сегодня» Александр Лахман, Александр Беликов, продюсер Раиса Чернина, Нью-Йорк. Раиса Чернина, Нью-Йорк, Нью-Йорк!